МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Неделя». Меня зовут Олег Степанюк. Добрый вечер. Воскресенье. И, как всегда, мы говорим о главных событиях, уходящих с 7 дней. И смотрите в ближайший час. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К 15-му году мы полностью обеспечим себя подсолнечным маслом. Для того, чтобы для производства было инородно кормить. Белорусский ответ импорту или как ценность питательная превращается в ценность экономическую. Что такое на сегодня 10 тысяч тонн подсолнечного масла? По действующим ценам это 11,5 миллионов долларов. Вот цена вопроса. Молочные фермы. Как было и как будет? Именно такая должна быть модернизация. Цех растела, сухостоя, потом содержание скота именно так, водопоение и прочее. И доение в цеху. Вот какая модернизация. То, что я хочу во всех хозяйствах. И впереди Европы всей. Белорусская ноу-хау производства японских грибов. Когда уже пришел вот такой вот этот грибочек, ему еще двое суток и все, гриб готовый для того, чтобы его могли мы снимать. Ольга Макей. Рабочий поездки президента в Гомельскую область. Как по автобану или 120 за городом? Мнение за... 100-110. Можно же идти и будет в безопасность. А так будешь засыпать на 90 километров. И мнение против. По причине превышения установленной скорости движения совершается в Республике Беларусь каждое пятое дорожное происшествие. Ольга Петрашевская. Нейтральная скорость. Повышение ради превышения не будет точно. Насколько можно будет разогнаться, определять для каждой конкретной дороги. Отшельники 21 века. Хотели узнать, как вы тут живете? Есть у вас свет? Итония. Бегство из каменных джунглей? Света, света, кругом эти побегушки. Не хочу у них. И почему нетронутая природа и милее благ цивилизации? А вы не хотите в город переехать? Да, боже, бал. Вот еще моя местность. Маленький дед. Анастасия Дегтярь. Современные робинзоны. Жизнь на выселках. Здесь почти мертвой тишине. Нам, чужакам, мягко сказать, не по себе. Однако больше четверти века здесь прожили два одиноких человека. В топе новостей уходящей недели по-прежнему вести с полей. Аграрии преодолели 8-миллионный рубеж собранного урожая и уже выходят на финишную прямую. Ходом уборочной кампании на неделю интересовался глава государства. Президент с рабочей поездкой посетил Гомельскую область. Александр Лукашенко отметил успехи региона в освоении новых для Беларуси культур, в частности подсолнечника. В этом году в области получат первый его промышленный урожай. Посетил глава государства единственное в Европе производство грибов шиитаки, аналога женьшеня. Его используют в лечении серьезных заболеваний даже при онкологии. Технологию его выращивания разработали наши ученые. Тот самый случай, когда научные исследования приносят реальные дивиденды, поскольку приобретением полезного и ценного во всех смыслах продукта уже интересуются в Европе и СНГ. Еще одна серьезная тема разговора с аграриями – реконструкция молочно-товарных ферм. Ольга Макей сделала пометки на полях. Тема сельского хозяйства, тем более сейчас, в период уборочной страды, пожалуй, самая важная. Да и отрасль заслуживает уважения. На продукции АПК страна зарабатывает даже больше, чем на калийных удобрениях. Впереди только нефтепереработка. Поэтому и президент в жаркую для хлебороба впору часто меняет рабочий кабинет на вотчину агрария. Выращивание зерновых должно быть более эффективным при тех же площадях посевов. Такую задачу Александр Лукашенко ставит сельскохозяйственникам Гомельщины на следующий год. А в этом аграриям уже есть чем похвастаться. 180 хозяйств региона занялись выращиванием подсолнечника, новой для страны сельхозкультуры. В этом году по сравнению с предыдущим площадь посевов этой культуры по стране увеличилась в 18 раз. Это говорит о том, что эксперимент с выращиванием подсолнечника в Беларуси идет по плану. И в этом году производители обещают получить уже 7 тысяч тонн масла из собственных семян. На изменение климата белорусские ученые отреагировали быстро. Для южных широт страны подобрали подходящие сорта. По мнению аграриев, подсолнечник ждет судьба царицы полей. Когда-то решение возделывать кукурузу многими было воспринято критически. А сегодня эта культура на импортозамещении позволяет экономить десятки миллионов евро. Дебютный урожай семян подсолнечника соберут в середине сентября. Выходим на получение 10 тысяч тонн масла подсолнечникового. Таким образом, Гомельский жировой комбинат не будет закупать растительное масло по импорту. Что такое на сегодня 10 тысяч тонн подсолнечного масла? По действующим ценам это 11,5 миллионов долларов. Вот цена вопроса. Еще на 35 миллионов долларов импортозамещающего белкового сырья получат гомельские животноводы. Шрот, получаемый в результате производства масла, до сегодняшнего дня был необходимым импортом. Без него не будет ни молока, ни мяса. Задача для аграриев южных регионов на ближайшие три года – обеспечить растительным сырьем всю страну. Если мы обнаружили, что мы умеем возделывать подсолнечник, и это нам нужно, потому что всего 25% пока обеспечиваем четверть потребности в подсолнечном масле, ну так надо расширяться побыстрее. Вот ему задача и сумму. Возделывают подсолнечник по сути той же техникой, что и зерновые. При отличии – специальная приставка, но такой агрегат приобрели в Украине. Разработкой собственного в ближайшее время займутся и белорусские машиностроители. К выращиванию и переработке семян подсолнечника в Гомельской области решили подойти комплексно. В будущем на базе местных предприятий создадут холдинг, объединяющий весь цикл – от поля до прилавка. То, что такая интеграционная структура прибыльна, доказывает хозяйство «Восток», крупнейший производитель овощной продукции в республике. Рентабельность – 22%. На сегодняшний день производитель, который имеет возможность переработать свою продукцию, он, соответственно, имеет добавочную стоимость в реализации этой продукции. Это большое дело для любой сельхозорганизации. И это надо не то что развивать, а усиливать и продвигать, так сказать, на все предприятия. На предприятии выращивают и деликатесный гриб шиитаки, что примечательно технологию разработали ученые Белорусской академии наук. Для мицелия создают специальный субстрат. Дальше шиитаки на три месяца помещают в инкубатор. Условия здесь практически как в операционной. Кстати, сам гриб применяют и в медицине, для лечения болезней печени и даже при онкологии. Для нужного размера двое-трое суток. Когда уже пришел вот такой вот этот грибочек, ему еще двое суток, и все, гриб готовый для того, чтобы его могли мы снимать. Ближайшее промышленное производство шиитаки только в Китае, поэтому приобретением белорусского уже интересуются в Европе и СНГ. Это как раз тот самый случай, когда научные исследования приносят реальные дивиденды. Один килограмм ценного гриба обойдется в 44 тысячи рублей. В планах на этот год выпустить 75 тонн. Прибыль подсчитать несложно. Шиитаки здесь же добавляют в овощные консервы, кетчупы и соусы. Отсюда товары с добавленной стоимостью. Кроме того, на базе предприятия есть и современное овощехранилище, работающее как логистический центр. К 2016 году в стране появится 8 подобных комплексов по производству и переработке продуктов сельского хозяйства. Вот вам добавлена стоимость переработки, отсюда и хранение. Поэтому надо ему там где-то на полесье построить, и это решает проблему области. Надо строить, надо быстрее инвестировать в это. Надо ориентировать все области на строительство подобных целей. Выезжая с рабочими поездками в регионы, Александр Лукашенко следит и за выполнением поручений. Так и в животноводстве до конца этого года стоит задача модернизировать по одной ферме в каждом хозяйстве страны. Но здесь следует учитывать и современные технологии. Например, ферма хозяйства «Домановичи» готова на 90%. На взгляд обывателя все аккуратно, при строительстве даже сэкономили. Однако президент акцентирует внимание на проекте, ведь несколько последних лет новое хозяйство возводили по западным стандартам, с максимумом открытого пространства. А на этой ферме все по старинке. Почему эти сделали как в квартире на 20 метров окна? Почему здесь не сделали шторы по технологии? Вы же меня все убеждали, что корове надо раскрыть все. Идеальное условие, как мы научились. А мы сейчас начинаем что-то такое клепать и проспосабливать. Скот надо содержать не так, как мы раньше с ним содержали в этих железобетоне. Или все-таки раскрыть надо, чтобы скотина, особенно в Гомеле, на улице фактически стояла. За технологию ответишь головой. Но я это так не оставлю. В Беларуси сейчас реконструируют 1200 молочных ферм. На эти цели выделят более 7 триллионов рублей. Почти 2 триллиона уже освоено. Однако старые технологии не должны тормозить развитие сельского хозяйства. Именно такая должна быть модернизация. Цех растела, сухостоя, потом содержание скота именно так, водопоение и прочее. И доение в цеху. Вот какая модернизация. То, что я хочу во всех хозяйствах. Я же вас не заставляю 200 голов все модернизировать. Одно в хозяйстве. Это значит, объедини, сделай из двух одну ферму на 600 голов добавь, как он говорит, расщит. И мне сделай это. Пускай там не 620 будет, а 600. Даже 580. То есть малый комплекс будет. Второй 800. В районе 800. Третий тысячу, 1200. Вот три типа, которые мы разработали. И этого я хотел от вас. В разных областях, конечно, и разные подходы к этому поручению. Глава государства не скрывает. Задача сложная, но выполнить ее необходимо сейчас. Ведь ситуация на рынках сбыта молочной продукции будет благоприятной не всегда. Нужно занять свободные ниши, пока это не сделали другие. Ольга Макея на неделе о стратегии развития стратегической отрасли. О ходе уборочной кампании мы поговорим с нашим гостем. По нашим расчетам, по нашим предположениям, мы должны были 16-18, в основном 5 регионов республики завершить уборочную работу. Но в связи с тем, что вот последнюю неделю, эту неделю погодно-климатические условия немножко помешали нам уборочной работе. И вместо 3,5-4% мы убираем от 0,5% до 1,5% ежедневно. На сегодняшний день уборка действительно подходит к финишу. И 5 регионов вышли за тысячные миллионы намолоты. Это Гомельская область у нас вот-вот приближится к миллиону. А другие области вышли больше миллиона. Минск более 2 миллионов сегодня зерна. По качеству зерна в текущем году, как никогда, выполнено зерно и имеет особое хорошее качество хлебопекарное. Мы более 600 тысяч тонн заготовили пшеницы. Пшеницы будет заготовлено достаточно. Более 300 тысяч тонн заготовили ржи. Более 30 тысяч тонн заготовили ячменя. То есть продовольственное зерно из миллиона 115 тысяч тонн мы практически день-другой и планы закроем. А сколько все-таки нам необходимо для обеспечения продовольственной безопасности? И планируется ли вообще экспортировать зерно? Вот то зерно, которое я вам сказал, те объемы миллион 115 тысяч тонн, оно достаточно для продовольственных целей. И даже в этом объеме зерна посчитано тот объем продукции, который будет выпускаться из зерна, который будет поставляться на экспорт. Вот на экспорт, конечно, надо продуктами из зерна торговать. Это у нас в достаточном количестве в текущем году будет заготовлено пивару на чменя. Мы в прошлом году практически во все страны СНГ, Польшу, даже на Китай и Германию торговали солодом. То есть продавали солод. Мы в прошлом году и в текущем году продавали крупенные изделия. Вот на сегодняшний день за полугодия мы продали через департамент хлебопродуктов более 3000 тонн круп. То есть себя мы обеспечили и реализуем на экспорт. Плюс продаем ржаную муку и другие изделия, особенно идет пользуется. Вот близлежащая область Российской Федерации, это Смоленска, Бранска. Мы торгуем хлебом и мучными изделиями с российскими регионами. Также частично поставляем в другие страны СНГ. То есть нам выгодно сегодня торговать продуктом из зерна и поставлять на экспорт, получать хорошую выручку. Вот Республика Беларусь на этом и нацелена, и в дальнейшем это будет проводить. Планируется ли расширять зарубежный рынок и планируется ли какие-то открывать новые рынки? Да, конечно, планируется. Это не только по растению отческой продукции, но и по животно отческой продукции. Мы за прошлый год, в прошлом году торговали с 38 странами, в текущем году с 44 странами. Основные, конечно, поставщики это Российская Федерация, 90% идет нашей продукции. Ну и большая львиная доля идет Украина, Азербайджан, Польша. И мы вышли на китайский рынок и с Китаем на сегодняшний день действительно начинаем много торговать и поставлять свои продукции, которые есть. Ну, конечно, и другие, но уже поменьше. Но я сказал, что 44 страны сегодня участвуют в товарообороте и торговле с Республикой Беларусь. Глава государства неоднократно указывал на необходимость модернизации молочно-товарных ферм. Скажите, как идет этот процесс? Действительно, в Республике Беларусь по поручению главы государства принята программа по реконструкции молочно-товарных ферм. Постановление Совета Министров определено в текущем году 1200 молочно-товарных ферм провести реструктуризацию, реконструкцию и новое строительство. В Министерстве сельскохозяйства совместно с облсполкомами определились по каждой ферме, по каждому объекту, по объемам работы. И глава государства поручил Министерству лесной промышленности, Министерству строительства архитектуры, Министерству дорожного строительства. Это было в начале года определить источники и объемы строительных материалов, которые можно удешевить для сельхозпроизводителей. На сегодняшний день на фермах трудится более 27 тысячи строителей и привлеченных людей. Большую, конечно, помощь оказывают студенческие отряды. Благодаря вашим передаче на отдельной ферме была передача показана, как студенты привлечены. И по итогам года мы так надеемся, что то поручение, которое дано, не надеемся, а мы обязаны это сделать, будет выполнено. И 1200 ферм будет проведены в парадок, и где будет установлено, где-то заменено, где-то на 508 фермах будут установлены доильные залы. Это действительно те прогрессивные технологии придут на фермы, которые сегодня в мировой практике и у нас в передовых хозяйствах. И вот эти на 1200 фермах мы будем получать качественную продукцию, ту, которую необходимо поставлять сегодня. И экспорт требует и в наш внутренний рынок. Ну, на очереди уборка картофеля, свеклы, морковки. Скажите, каковы здесь виды на урожай? Ну, если сравнить с прошлым годом, то они на уровне прошлого года. Потому что мы вот последние годы действительно вышли на стабильное получение овощной продукции. Мы меньше, вот я беру с населением, с всеми секторами, мы меньше 2,2 миллиона тонн овощей не получаем. В сельхозпредприятиях мы планируем где-то около 500 тысяч тонн, сухого сельхозпредприятия. Для этого все сделано на сегодняшний день. И мы, как никогда, вот уже 2 года подрат, это тоже было поручение президента, мы его успешно выполнили и выполняем. Это обеспечение Республики Беларусь или жителей Республики Беларусь зелеными культурами. Большое спасибо. У нас в студии был заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Василий Павловский. На неделе президент Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Обсудили широкий спектр тем от экономики до обороны союзного государства. Было отмечено, что 20-летие установления депотношений стороны встретили высокой динамикой контактов на разных уровнях. За несколько последних месяцев Беларусь с визитами посетили президент России, премьер-министр, руководители обеих палат российского парламента, губернаторы. Обсуждались в ходе встречи и некоторые вопросы взаимодействия на международной арене. В центре внимания были предстоящие парламентские выборы и связанная с этим деятельность наблюдательной миссии от ОБСЕ. К счастью, нет. Напряженности ни по одному из вопросов нет. В экономике также у нас очень неплохо идут дела и солидный у нас прирост в товарных отношениях, торговых отношениях. Что касается нашей позиции, по международным проблемам и горячим, например, точкам, она полностью совпадает с оценками и деятельностью Российской Федерации. Поэтому в этом плане вы можете быть абсолютно спокойны, уверены, поддерживаем все ваши устремления, особенно по силе, по нормализации ситуации. Мы абсолютно ваши заявления поддерживаем. Я их вживую услышал из ваших уст и мы придерживаемся такой же точки зрения. Из факторов, которые, в кавычке раз, не настораживают или настораживающие, это, конечно же, парламентская. Вы понимаете, что идет активизация политической деятельности и не всегда она в нужном направлении. Но пока в Беларуси у нас нет никаких таких всплесков, если не считать Запад, который всегда нам подкинет какой-то вопрос. Недавно назначили некого лекарства, главой делегации ОБСЕ. Поэтому я думаю, что могли бы найти более следующего человека в части Беларуси и ситуации в Республике Беларусь. Но мы внимательно сейчас изучаем все эти позиции и, конечно же, будем соответствующим образом реагировать. Насчет парламентских выборов и деятельности ОБСЕ мы говорили сегодня об этом в МИДе. У нас есть решение Совета глав государства СНГ о повышении роли и миссии наблюдателей СНГ на президентских и парламентских выборах. Это решение направлено на то, чтобы большее влияние наши наблюдатели оказывали на эти процессы на всем европейском пространстве. Ну и чтобы не было монополии ОБСЕ в лице ДИПЧ или в лице парламентской ассамблеи, а чтобы оценки давались на основе взвешенных коллективных подходов и мнений. Россия обеспечит участие своих граждан в различных наблюдательных миссиях на выборах в парламент Беларуси и в составе парламентской ассамблеи ОБСЕ, и в составе Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и, конечно же, в составе миссии наблюдателей СНГ. Так что я могу заверить, что мы будем делать всё, чтобы оценки были объективными и непредвзятыми, и не были предметом каких-то односторонних, кем-то выдуманных правил, которые пытаются навязать в ОБСЕ, вопреки нашим коллективным многократным предложениям, выработать общеприемлемые правила наблюдения за выборами. Сейчас растёт понимание в рамках ОБСЕ того, что нужно всё-таки в этой сфере наводить порядок. Обсуждение актуальных вопросов сотрудничества Беларуси и России продолжилось в Министерстве иностранных дел нашей страны. В частности, стороны обменялись мнениями по актуальным международным проблемам. Отвечая на вопрос журналистов, Сергей Лавров отметил, что не считает давление, оказываемое на Беларусь со стороны ЕС, беспрецедентным. Прецеденты подобного рода были. И что характерно, каждый раз после таких прецедентов Евросоюз осознавал их беспреспективность. Беспреспективность и контактопродуктивность односторонних санкций. Обычно такими вот односторонними, вызывающими шагами, нарушающими международные права славились Соединённые Штаты Америки. В последнее время Евросоюз заразился этим примером. Беларусь не приемлет политику санкций, угроз, диктата и шантажа. Одновременно с этим мы считаем необходимыми нормальные, ровные, конструктивные отношения с Европейским Союзом и другими партнёрами. Что касается форм поддержки, то они достаточно очевидны. Прежде всего, это сами по себе наши стратегические и партнёрские отношения. Наши взаимоотношения в рамках существующих структур Союзного государства и Таможенного союза единого экономического пространства. О неприемлемости санкций Запада в отношении Беларуси заявил на неделе и генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа. В Минске говорили о создании единого информационного пространства стран, входящих в состав ОДКБ. Николай Бордюжа отметил, что партнёры по организации всегда поддерживали Беларусь, а информационные войны во время парламентских выборов – перманентное состояние в отношении нашей страны. Беларусь всё время подвергается каким-то информационным атакам, я считаю, необоснованной критики с точки зрения внутреннего положения дела здесь. И поэтому я не вижу, что будет что-то экстраординарное. Всегда партнёры по ОДКБ Беларусь поддерживают. Есть масса заявлений, которые подписывались президентами наших государств, министрами иностранных дел, где однозначно высказываются мнения, что санкции в отношении Беларуси, во-первых, не оправданы, во-вторых, никаких результатов не принесут. Самое главное – это идёт нарушение тех основополагающих принципов, которые очень заложены в Организации по безопасности сотрудничества Европы. Избирательная кампания и её информационное обеспечение стало лейтмотивом форума «Я лидер», который проведён под эгидой БРСМ. Он объединил около двух суд начинающих веб-журналистов, лидеров интернет-сообщества, а также администраторов молодёжных сайтов из всех регионов Беларуси. Союз молодёжи планирует провести ряд крупномасштабных акций. Среди них массовая информационная кампания «День молодого избирателя». Каждый проект, каждое мероприятие будет иметь элементы и представлять частичку выборов. В частности, сегодня будет предоставлено право голосовать. Голосовать за наиболее яркого, интересного, так скажем, лектора или человека, который будет выступать модератором в ходе тренингов. На этой неделе завершился один из самых важных этапов избирательной кампании – выдвижение кандидатов. Почти 500 претендентов на место в парламенте. Это на 130 больше, чем на прошлых выборах в 2008-м. Нынешний предварительный конкурс почти как в престижной вузе страны. Пять человек на место. Профессия депутата пользуется большой популярностью. Это престиж, тяжкий труд, масса забот и что-то ещё. Кто же он народный избранник? Его среднестатистический портрет нарисовала Анастасия Корнеенко. Если ещё на прошлой неделе в Центре избиркома отмечали некую вялость нынешней избирательной кампании, то в начале этой семидневки стало понятно, она не просто набирает обороты, а переходит в режим повышенной конкуренции. Хоть и дождь за окном, а в окружных избиркомах очень жарко. Претенденты в кандидаты на место в парламенте, как обычно, в последние дни сюда спешили сдать документы на регистрацию. Нынешний трижды избранный депутат Владимир Матвеевич Зданович в этот раз решил сойти с гонки. Но хорошо помнит, как это было. Пожалуй, самый ответственный этап – это был сбор подписей. Потому что, когда собираешь подписи, ты чувствуешь пульс населения. То есть, оно доверяет своей подписи тебе или нет. В эту избирательную кампанию собрать заветную тысячу подписей было легче. Разрешили пикеты. В любом случае, уверен Владимир Матвеевич, всё должно идти от души. Важно, чтобы человек, который идёт на выборы, шёл на них осознанно. И именно не преследуя какие-то свои корыстные, возможно, цели. А исходя из того, что он собой представляет, как он сам себя оценивает. Потому что, я вижу, сейчас очень большой популярностью пользуется депутатский мандат. И вот в эту избирательную кампанию очень много претендентов. Желают баллотироваться в национальный парламент. Но, тем не менее, всё-таки надо и населению, и самим претендентам трезво оценивать свои возможности. Нынешний предварительный конкурс почти как в престижные вузы страны. Пять человек на депутатское место. Одних выдвинули политические партии, вторых трудовые коллективы, третьи в свою поддержку собирали подписи. Почти полтысячи претендентов. Это на 100 человек больше, чем на выборах в 2008. Изучив списки, мы составили портрет претендента на депутатский мандат. Это человек средних лет. Почти 20% документов на регистрацию подали молодые люди в возрасте до 30. В целом, мужская половина оказалась активнее. Среди соискателей депутатского портфеля всего 93 представительницы прекрасного пола. Потенциальный кандидат преимущественно занимается бизнесом, руководит крупным предприятием или же находится на госслужбе. В списках и те, у кого уже есть депутатский опыт. В целом, в графе «Профессия» лидируют такие сферы деятельности, как образование, наука, здравоохранение, культура. Значительную группу составляют промышленники, транспортники и строители. Среди потенциальных кандидатов – призер Олимпийских игр, телеведущий, театральные персоны, представители шоу-бизнеса. Наряду с медийными персонами за место в парламенте готовы бороться диспетчер Жрео, кладовщик экспедиции колбасных изделий, слесарь, арматурщик, оператор ЗС, сторож и маляр. Почти 50 пенсионеров решили сыграть важную роль в законотворческой жизни страны. Полсотни претендентов находятся в поисках работы. Впрочем, легитимность выдвижения, биографические сведения, декларация дохода всех потенциальных кандидатов теперь предстоит проверить окружным избирательным комиссиям. Анна Андреевна, добрый день. Это вас беспокоит из окружной избирательной комиссии по Грушевскому избирательному округу, номер 98. По такому вопросу скажите, вы подпись оставляли? Спасибо, больше вопросов вам нет. Для Сергея Побединского нынешняя избирательная компания в качестве члена окружной комиссии первая. Главный врач Минской поликлиники говорит, что в этом деле, как и в его профессии, надо быть предельно точным. Окончательный вердикт, как и диагноз, может сыграть решающую роль. Ведь именно здесь, после проверки всех документов, проголосуют, выдать ли претенденту удостоверение кандидата. Осознание того, что у тебя в какой-то степени зависит будущее этой страны, как-то придает значимости этой работе. Каждая ведомость, как через рентген, проверяют вплоть до запятой. Чтобы было указано фамилия, имя, отчество полностью, без всяких сокращений. Смотрим достоверность и полно указанный адрес. Если адрес указан полностью, то в дальнейшем мы делаем запрос в БРТИ, проживает ли по этому адресу. Непосредственно вот этот человек, который отдал свою подпись. Кандидат может принести хоть 5 тысяч, хоть 10 тысяч, но мы должны отобрать только тысячу подписей. И уже танцевать от этой тысячи. Взять 20%, проверить 200 подписей. Если мы увидели, что подписи много недостоверных, предположим, видно, что все одной рукой сделано. Значит, мы отдаем на экспертизу. Мы проверяем паспортные данные в паспортном визовой службе. Вот очень много паспортных данных, которые уже, паспорта у нас не действуют в республике. Вот если мы набираем таких недостоверных данных при первой проверке больше 15%, мы проводим вторую. Если опять-таки так получается, значит, мы отказываем регистрации такому кандидату. Чтобы проверить, действительно ли проводилось собрание по выдвижению претендентов в трудовом коллективе, члены комиссии выезжают на предприятие лично и собирают информацию. Время, место, дату, количество голосующих. Это уже о партиях. Тоже в поле зрения проверяющих. С хирургической точностью изучают декларации о доходах. Письма с запросами направляют в налоговую, ИГАИ, в агентство по недвижимости. Некоторые претенденты в кандидаты действительно решили указать всю подноготную семейных передвижных транспортных средств. Ну, указал велосипед нормально. Ну, чего? Это тоже средство передвижения. Но все-таки иногда в Центр-Избиркоме просто разводят руками. Уже сейчас те запросы, которые поступают в Центральную комиссию, говорят, что документы в очень большом количестве представлены некачественные, небрежные, неправильно заполненные декларации. Я, кстати, приведу вам пример, что декларация о доходах и имуществе представляется за прошлый год. Но почему-то у нас кандидаты посчитали, кто как может. Один представил за прошлый месяц, за один. Другой за прошлый год, но он соединил эти полгода прошедших и полгода прошедших, скажем так, 2011 года. Ну, почему мы берем за прошлый год? Потому что это единственная возможность проверить налоговые инспекции. Ведь по годовой доход, а не вот этот вот календарный 12-месячный период, как понимают кандидаты. Поэтому не внимательно читали закон. Стать кандидатом в этой избирательной кампании проще. Своего рода бонусы предусматривают изменения в избирательном законодательстве. Если раньше за маленькую погрешность, за маленькую ошибку в размере 2-3 тысячи белорусских рублей можно было ставить вопрос об отказе в регистрации, то сейчас только в том случае, если ошибка в декларации превышает 20% годового дохода. Биографические сведения теперь вообще не являются основанием для отказа в регистрации. Комиссия просто должна указать на ошибку. Именно так поступили и в этом случае. А мы смотрим, что значит студент. Студент это образование какое? Это же не образование студент. Вот позвонили, ему сказали, чтобы он пришел и поправил. Есть у него образование, а у него оказывается среднее образование только. Но он еще пока учится. Центр избирком рекомендует окружным комиссиям зарегистрировать всех кандидатов в один день, чтобы гонка шла на равных. Желающих занять места в овальном зале немало, почти полтысячи претендентов. Мотивы тоже самые разные. Скажем, у депутатов нынешних остались незавершенными проекты. Учителя, медики, зная свою отрасль изнутри, хотят внести коррективы. А вот что побуждает идти в парламент? Сторожа, диспетчера, кладовщика. Впрочем, кто выйдет на финишную прямую этой избирательной кампании, станет известно уже 23 августа. Анастасия Корниенко и Илья Пучко на неделе попытались создать портрет будущего парламентария. На неделе новые обороты набрало обсуждение скоростного вопроса. Будут ли белорусы ездить быстрее на загородных трассах? И стоит ли, в принципе, увеличивать лимит на магистралях? Основной аргумент за признанной качественной дороги и достойное состояние автопарка белорусов. Но очевидно, что старенькие «Жигули» на наших шоссе сегодня встретишь куда реже, чем лет 10 назад. Однако свои козыри есть и у скептиков. Пятая часть всех ДТП в Беларуси происходит именно из-за превышения скорости. К тому же инфраструктура некоторых трасс все еще не позволяет давить на газ. Так стоит ли торопиться? Ольга Петрашевская провела разделительное мнение. Нам можно было работать, я была бы на дальнобойщик. Я очень люблю ездить. Она не таксист, не курьер и даже не дальнобойщик, но Татьяна во всех смыслах знает, что такое рулевая тяга. Намотав солидный километраж по дорогам всех мастей, не могла остаться на обочине актуального обсуждения. Разрешить водителям ездить быстрее на трассах ее мнение – за. Просто вот держишь этот руль, когда уже добавляешь скорость, ты уже прислушаешь, как тебя машина ведет, как она у тебя идет, какое там покрытие, как она берет. Любимая трасса, конечно, М1. По мнению Татьяны, там автоматом исчезает ощущение потерянного времени, когда можешь набрать заветные 120, не опасаясь получить штрафной от радара. То есть понятно, что может там и 160, и 180, как у кого позволяет, но для безопасности, я думаю, 120 – это вот, мне кажется, что такая оптимальная скорость. Оптимальными на неделе и дорожники, и госавтоинспекторы, и водители называли несколько разные цифры. Позиция многих автолюбителей понятна и, в принципе, аргументирована. Разреши на трассе 120 или пусть даже 200 километров в час. Тот, кто превышал, также превышать и будет. Выбор за водителем, адекватный человек за рулем в любом случае рисковать не будет. Да и к тому же «за», говорят и наши дороги. По качеству покрытия мы, в принципе, не уступаем европейским автомобильным дорогам. Позиция дорожников в вопросе повышения скоростных режимов, в принципе, «за», но с большой осторожностью. И здесь уже нюансы уверенно давят на газ. О какой безопасности можно говорить, если поднимать скоростные ограничения на трассах без разделительного ограждения или, к примеру, без сетки, которая не позволит диким животным выбежать на дорогу? А такая, пусть и не хитрая инфраструктура, в Беларуси пока есть далеко не везде. Установить все это теоретически можно, но вот снизить риски, которые, очевидно, взлетят вместе с разрешенной скоростью, едва ли получится. По причине превышения установленной скорости движения совершается в Республике Беларусь каждое пятое дорожное происшествие. Анализировать, поднимать или не поднимать нужно буквально на каждом участке каждой дороги. Изучать среднюю скорость потока на конкретной трассе, просчитывать количество проезжающих машин и в том числе грузовиков и автобусов. Водитель-международник Римвидас пока сохраняет нейтралитет. Говорит, для его махины и ныне существующих правил достаточно. Зато для автомобилей более скромных габаритов не помешали бы скоростные нововведения. А вы бы хотели, чтобы вам уже было 120? Нет, автобусом хватает и 100. На лековую вышку это можно и 130, как и у нас на автостраде сделано. Кстати, об автострадах Европы. По сравнению с заграничными трассами мы и вправду, что называется, медленно торопимся. К примеру, в Австрии, Франции, Хорватии, да и многих других странах максимум разгона на магистрали 130, а в Италии и вовсе до 150. Почему бы и Беларуси не подтягиваться? Дороги у нас не хуже, автопарк тоже не отстает. Жигули на наших трассах увидишь редко, да и те, что зарегистрированы, зачастую выезжают разве что на дачу. О том, что скоростной вопрос нужно не рассматривать с колес, а детально проанализировать, накануне говорил и президент. То, что касается скоростного режима, это МВД надо посмотреть по всем дорогам, по всем. Особенно, если четырехполосное движение и обочины хорошие, вот Могилёв сейчас заканчивается дорога. Ну, надо нормальные скоростные режимы, 40 километров, пускай это будет предел, а он пусть выбирает уже. Ну и ответственность надо усиливать. Мы решили проверить, что эффективнее останавливает водителей собственная безопасность или штрафы. Как выяснилось, отдельных асов ни то, ни другое. Превышение на 55 – цветочки. На наших глазах мимо буквально пролетает конкурент Шумахера. 169, предразрешенных 90. Наверное, думал, что его не догонят. Водитель смотрит на радар так, будто не видел этих же цифр на спидометре. 169 километров. Документы, пожалуйста. Ситуация анекдотичная. Немного раньше нашего экипажа превышение зафиксировал еще один патруль. Двойного преследования с мигалками наш герой, как вы понимаете, конечно не видел. Вот и теперь растерялся, куда садиться. Наряд ГАИ области зафиксировал скорость водителя автомобиля Peugeot 407. 122 километра в час. И преследовал его. И как раз в этот момент, уже через несколько минут, зафиксировали мы его скорость движения 169. И здесь спорить бесполезно. Вот он автомобиль с номерами, и вот она скорость. Молодой человек, который недавно так красовался перед другими водителями, теперь будто стесняется излишнего внимания. Мы надеемся, мы с вами поговорим. Вместо того, чтобы поделиться со зрителями навыками экстремального вождения, молодой человек выбрал другой краткий курс операторского мастерства. Давайте там, не знаю, куда-нибудь в сторону машинки поснимать. Хорошо? А вы творите на руку роскошно. Почему вы нарушаете правила, скажете? Да я их не нарушал. Ну как это не нарушали, если нарушаете? Водитель с 35-летним стажем в своих рассуждениях сначала был на нейтральной передаче. С одной стороны, его кабачкам плюс-минус полчаса роли не сыграют. Хотя нет, пожалуй, он все-таки за. Ну 100-110, можно же идти, и будет безопасность. А так будешь засыпать на 90 километров. Но есть еще один весьма немаловажный нюанс. Деревни возле оживленных трасс, конкретный пример, 30 километров от Минска. Хорошо известное водителям слудское направление. Чтобы уехать на автобусе в сторону города, нужно перейти четырехполосную дорогу. Машины нам дорогу не уступают. И то, что здесь ограничитель стоит на 90 километров, этого много. Можно было бы и меньше сделать. Галина Николаевна в шоке. И как здесь даже в теории можно увеличивать лимит разрешенной скорости? По ее словам, даже с ограничением в 90 водители редко остановятся, чтобы пропустить пешеходов. А иногда еще и догонят деревенских крепким словцом за то, что приходится нажимать на тормоз. Бывает, что остановятся водители, машины здесь сказали. Здесь скоростное шоссе, и мы имеем право не останавливаться. Поэтому приходится нам, пешеходам, убегать от них. Давайте попробуем перейти дорогу. Давайте. Время мы выбрали самое объективное. Три часа дня. На работу уже никто не торопится. Но и до вечернего часа пик еще далеко. Преодолеваем первую половину дороги и в надежде становимся на желтые полосы перехода. На одной полосе машины остановились, а на второй полосе чуть авария не получилась. Как машины шли, так и шли. Надо, наверное, ограничить, что меньше скорость, а не больше. Галину Николаевну тоже понять можно. Она думает в первую очередь о своей безопасности. Но в любом случае огульного повышения разрешенной скорости по всей стране, вот так, чтобы на всех трассах резко стало 120, не будет. Анализировать будут каждую конкретную дорогу. Но многополоски претенденты на рост лимита уже есть. М1, М4 Минск-Могилев, Р1 Минск-Дзержинск, М2 это автомобильная дорога на аэропорт, на участке до Кургана Славы от города Минска. Эти бравые парни знают, что такое настоящая скорость, так же, как знают и цену той самой настоящей скорости. Данила и Сергей Интеллигент уверены. Мнение, что байкеры все как один летают под 200 – миф. Где-то мы выигрываем минуту, а можем потерять час-два, это на штрафы, а в итоге можно здоровье, а не дай бог еще и жизнь. Поэтому, в принципе, опытные байкеры, они быстро не ездят. И все же они признаются, иногда просто жалко сдерживать прыть железных коней. Мотоциклы надежные, проверенные в разных условиях. А на скорости в 90 техника будто не добирает обороты. Мотоциклетное ограничение 90 км в час, которое было написано в 61-м году. Для Голдвинга, например, комфортная, реальная скорость, на мой взгляд, при которой можно контролировать ситуацию и все остальное, это 140-150. Машусь. Кресткая скорость – это 100-110 км в час. Кресткая – спокойная скорость, которая позволяет контролировать дорогу. А все равно я не шутил. Но укротители железных коней вовсе не за бездумное увеличение скоростных лимитов. Исключительно там, где это позволяет трасса. Ведь попасть в аварию можно и на 50 км в час. Если кто-то ездил быстро, то он и будет нарушать эти правила, сколько бы мы ограничения бойцами ставили. Есть же два года 70. Почему не сделать от 5-10 лет стажа скорость? Наша позиция – за увеличение разрешительной скорости на трассах. В тех местах, где это позволяет техническим состоянием трассы. Век такой, что мы здесь спешим, опаздываем. Ну, я как водитель, да, я говорю, что да. Хотя в односоте, как я человек, который пострадал от скорости. У Татьяны Кришталя к превышению скорости и к лихачам свой страшный счет. Ведь изначально машину она стала водить исключительно по необходимости. Та страшная авария случилась почти 20 лет назад. Ночь, плохая погода и еще превышение скорости. В злополучной машине Татьяна была пассажиром. Водитель не выжил. Но несмотря на то, что именно зашкал на спидометре настолько трагично повлиял на ее судьбу, она соглашается, дело не в правилах и даже не в скорости. Ведь если человек в нужный момент не увидит разделительный между ответственностью и безрассудством, ни его, ни пассажиров никаким ограничением уже не спасешь. Все зависит от культуры возбуждения, от культуры поведения человека. Если он изначально такой шальной, его уже не исправишь. И будет там 120 разрешено, он все равно будет ездить 210. Каждый человек решает, конечно, судьбу сам. Можно так ехать, можно сидеть на коляске, можно умереть. По-разному можно. То есть это все его власти, только в человеке. Ольга Петрашевская, Сергей Курков на неделе выделили отдельную полосу для каждого мнения. Но есть, оказывается, люди, которые бегут от цивилизации, от всего, что она нам дает. И без чего немыслимо, а современная жизнь. Городской жизни, со всей ее суетой, людской толчаей и ночными огнями они предпочли тишину природы. Бросив все, они живут вдали от мира и людей. С добровольными робинзонами встретилась Анастасия Дегтярь. Родительский дом оставшийся тут уже, он был завален весь, понимаете. Но я начал его немножко прибирать, прибирать к рукам еще. Водополь, нахуй, немножко навел порадоваться здесь. Урбанистические пейзажи дядя Слава уже три года как сменил на деревенский отшиб. Живет по принципу «моя хата с краю». Ну что-то мне не нравился Минский все по жизни, я все-то как-то и его не учил. Это света, света, кругом эти побегушки не хочу. Семья осталась в столице, а он ушел на пенсию и вернулся к истокам. В деревеньке Рожанка Дзержинского района жил их всего пару домов. Бывший менчанин живет в отчим доме, на окраине, на лоне дикой природы. Бывают волки, вот в прошлом году, вот здесь вот рядом волк косулю задрал. На моих глазах, ну что, 4 часа ночи, я поднялся, высказал, ну что, он поволок я туда. Живет одиночка в натуре, и его такое уединение вовсе не пугает. Шабаха тоже друг хорошему, молодец. Завет известного советского фильма «3 плюс 2», клянемся, не бриться, не пить, не курить и остаться дикарями, чтет. Однако дикарем себя не считает. Цивилизованные подходы почти во всем. За пенсии ездит на скутере в соседнее село, регулярно посещает автолавку, и хозяйство держит в крепких мужских руках. А как вот так вот без женских рук все-таки привык лежать? Привык уже, честное слово, привык один. Я уже не хочу, надо копрять, давай я посираю, не надо ничего стирать, я сам высирую. К релестям цивилизации он нашел достойную альтернативу, то на рыбалку, то по грибы. Несмотря на то, что дядя Слава живет один, одиночеством он не страдает. Я известный, любил природу, занимался охотой, ездил, любил по лесу походить, вот как-то вот мне нравится этот природ. Припосольный хозяин приглашает на чаепитие, гостям он явно рад. На столе домашнее вишневое варенье. За чашкой разговор переходит в конструктивное русло. Даже наедине с природой он по-прежнему в теме. Расскажите, новостями какие-нибудь интересуются? Ну, обязательно смотрю. За урожай, конечно, болеем. Когда совсем прижмет, он в руки берет гармошку и песни льется на весь лес. Два голоса. Поиграю, он попоет, посмеемся. Дядя Слава, оседлый образ жизни, везет всего три года. Электричество, мобильный телефон, пару соседей заезжает родня. Отшельником его можно назвать с натяжкой. В поисках следующего героя, местные его величают не иначе, как Степановский Робинзон, нам пришлось преодолеть еще те испытания. По полям, по лесам, навигатор не авторитет. Бездорожье, как на ралли. Живет наш герой на выселках Могилевской области. Деревню 25 лет назад отселили, однако жизнь в забытом населенном пункте не остановилась. Замаскирован единственный жилой дом в гуще кустарников. Его в деревне Степанов без провожатых не отыщешь. Вот он не дом, а хибара. В селесполкоме предупреждают, сколько сюда не приезжало журналистов, 75-летним стариком повидаться никак не удавалось. Как только учуют людей, прячется. Чтобы не спугнуть старожила, заходим с тыла. Но нам на удачу Виктор Кирпиченко выходит из убежища. На контакт идет не сразу. Оно и понятно. За 25 лет жизни в глуши от общения с незнакомыми людьми мужчина отвык. Мне нужен город. Почему? Мне надо ямка поселила. Одна похабщина. Хорошо, что я сейчас углух. Так не дать выездук, слава богу. А так спустя материнщина, все. Мат на мату, мат на мату. Я когда в едине, я все лучше. Я среди этой, я наоборот, больше раздражусь. Его философия идет вразрез с современным миром. Однако этому предшествует своя история. Потиху выясняем. Виктор Павлович в молодости был учителем начальных классов. Много лет тому назад похоронил мать и жену. На этом связи с внешним миром и оборвались. И был момент, когда он полностью ушел себя. Но в последнее время к делам мирским пришлось все-таки вернуться. Годы дают знать. Вот видите результат. Все в жизни я пел, а я прорезовываю. До поры до времени Кирпиченко у местных властей в списках не значился. Но человек все-таки на территории совета живет. Пришлось помогать. Восстановили утерянный паспорт, чтобы пенсию мог получать. Адресную помощь выделили, закрепили социального работника. Теперь он навещает пенсионера дважды в неделю. А по надобности возит в райцентр к врачам. Слышали, что пенсию повысили с 1 августа? Я, конечно, нечу. Пановский дикарь постепенно становится коммуникабельным. Теперь, во всяком случае, с отшельником можно найти общий язык. Мирские новости, как выяснилось, его интересуют. Пенсионер даже выписывает газету. Но вот заглянуть дальше за полевые горизонты округи никак не получается. От двух стареньких телевизоров прока никакого. Ведь коммуникации, благо цивилизации, никаких подходов к его лачуге найти не могут. Хотели узнать, как вы тут живете? Есть у вас свет? Вчера нет. А как вы живете без света? Я тут живаю. Власти уже не раз предлагали переехать в домик с условиями, что в соседней деревне. Но живет Виктор Павлович по народной мудрости, где родился, там и пригодился. Уклад жизни, да и родную хату менять старец не хочет. Вы бы хотели свет, чтобы вам провели? Нет. А кто не хочет света? Ну, свет, конечно, трудный вопрос. Потому что линии нет уже в 90-е годы, когда выселялись в деревне Степанул. То это все было ликвидировано. Ну, оставься Виктор Павлович жить. Но, однако, мы не забываем. В деревне Бохри, да? Есть же свет. Тут же буквально километр. Или это так? Ну, вот это сложно. Обращалась я в свое время. Тут свет был. Нет линии, это тоже своего рода затраты. Эти самые патриоты. Поэтому это сложно. Выпечь. Вот человек ленивает. Вот такие затраты бюджетных денег. Понимаете, легче нам переселить. Такие люди обрекают себя на одиночество добровольно. Сознательно выбирая спокойную, но нелегкую жизнь. Искать ответы на вопрос, почему, бессмысленно. Рядом еще одна деревня, монастырек. Находится она в живописном уголке, отсеченной от магистрали лесом на берегу извилистой сожи. Жила и деревня ли? По указателю сразу и не поймешь. Здравствуйте. Есть кто в хате? Здесь живет семья Киселевых. Лидия Ивановна нас приветливо встречает. Оказалось, что мы хоть и гости, но далеко не редкие. Местные власти отшельников не обижают. Да и сын навещает каждый день. В доме есть и электричество, и телефон. Приезжает автолавка. Все лезут, все буквально лезут. Это грех слово сказать. Пенсию привозят. Легкие, если только тут, что малейшие, приезжают. Поэтому приезжают, что бабулька, если гроза не звонить, я угрозу. Урацы сам сюда приезжают. Только звонок и врацы туда. После Чернобыльской трагедии не то, что жить, находиться без разрешения в этих местах запрещено. Киселевы единственные, кто здесь остался. Выселить отшельников из зоны насильно невозможно. А вы не хотите в город переехать? Да, может, бабулька. Круче в моей местности, не малей, дед. А эта женщина поддалась уговорам детей и все-таки покинула родные пенаты. Здесь почти мертвой тишине. Нам, чужакам, мягко сказать, не по себе. Однако больше четверти века здесь прожили два одиноких человека. Вой полудикой собаки, истеричное мяуканье кота, старый асфальт, скучающий по колесам, и вокруг сплошные заросли. Вера Петровна из своего дома выехала в начале лета. Здесь остался и огород, и домашние животные. Сюда она согласилась приехать вместе с нами. А вон колодец наш. Свет у вас был в доме? Нет. Без света более 20 годов. Так и жили вместо люстры, керосинка и без связи с внешним миром. У меня не коровка была, свиньи, куры, всё было. А сейчас у меня ничего не мало. Скучаю сейчас. Вот ту хату приехала, мне не весело. Подходим ближе. В отсутствие хозяев здесь кто-то другой похозяйничал. Сорван замок в доме-кавардак. Можно сказать, что я вам сюда. У нас сейчас вот уточка, привет, и вон, ищет диван. Условия далеки от идеальных, но бабушка признаётся, что никакой коттедж в городе со всей инфраструктурой и удобствами ей не заменят этих мест. Смотри, он поедет. Я скрыла ему их, а есть. Уже подвозя Веру Петровну домой, она полна решимости вернуться. А где ты была? У Малиниска. На неделю Анастасия Дегтярь, Александр Миронович и Дмитрий Травин о тех, кто, невзирая ни на что, полагает, что главное жить в гармонии с собой. И в финале по традиции о погоде. На следующей неделе будет довольно комфортно для всех. Не холодно тем, кто наслаждается отпуском, и не будет жарко тем, кто эти дни проведёт на работе. От 18 до 23 градусов. Ну и госзападе теплее, до 29. Местами прогремят грузы и пройдут небольшие дожди. Такими были эти семь дней. Как будут развиваться события, покажет следующая неделя. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин